Телекомпания Веневизион представляет Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я знаю мое оружие. Мое оружие будет та же ненависть, как и ненависть женщины, которая испортила мне жизнь. Женщина, которая отняла у меня любовь Архениса. Хисела Эрнандес. Да. Из-за нее он никогда меня не бросит. Женщина, которую я ненавижу больше всего в этом мире. Она вернет мне любовь Оскаром. Да. Я использую это оружие, чтобы уничтожить ее. Я дождусь нашей встречи. Из-за нее он никогда меня не бросит. Почему ты не хочешь сказать мне Хисела? Это не Мариана. Это не Розанхелика. Марта. Марта. Не пытайся выяснить, Маркус. Ради Бога. Но у меня есть право знать. Но зачем? Чтобы относиться к ним по-разному? Чтобы по-разному на них смотреть? Чтобы любить его меньше, чем других. Этого ты хочешь? Именно поэтому я просила Веронику не рассказывать тебе правду. Я хотела, чтобы у моей дочери была нормальная жизнь. Чтобы у нее была семья, домашний очаг. И чтобы вы любили ее как родители, достойные родители, которым нечего стыдиться. И поэтому, Маркус, поэтому я отказалась от нее. Чтобы она была счастлива. Чтобы она спокойно могла идти по жизни, высоко подняв голову. И никогда бы не узнала, что ее мать, что ее мать заключенная в санатории. Что ее мать завершила преступление. И поэтому была приговорена. Но вам нужно было сказать мне правду. Какая разница, если бы я знал. Ты прекрасно знаешь, что... Что я бы не отверг девочку. Но... Возможно, ты бы не любил ее так же, как остальных. И я предпочитала оставить мою дочь под твоей крышей. Потому что только... Это утешало меня все эти годы. Не сердись на меня, Маркус. Ты вырастил ее. Не проводя между ними никаких различий. Они все дочери твоего сердца. А я... Я никогда и не ожидала, что она увидит во мне мать. Из-за всего, что со мной случилось. Я не знаю, что с тобой возомнила эта женщина. Она хотела показать мне все в своем магазине. Но обручальное кольцо невозможно не заметить. Разве я тебе не говорила? Тогда мне придется его снимать, когда я буду ходить за покупками. Марьяна, не представляешь. Мы зашли в бутик, чтобы купить все дороже. Очень элегантный магазин. И знаешь, продавщица хотела продать и весь этот магазин. Но не преувеличивай, это был не то, чтобы бутик. Просто Марта говорит, что когда видит мое вручальное кольцо, думает, что у меня много денег. Что с тобой? Ничего, а что? Не знаю, у тебя лицо какое-то странное. Тебе плохо? Нет, абсолютно нет. Со мной все в порядке. Знаешь что? Я бы хотела, чтобы ты пошла со мной. Потому что Марти, ты не помогла мне ничего выбрать. Ей понравилось все. Но ведь все было такое красивое, Руссия. Кстати, когда я смогу примерить мое платье? Оно ведь уже почти готово. Ты знаешь, я буду выходить замуж в мамином свадебном платье. Но ведь... Ну какая? Мне нужно знать. Кто из них не моя дочь? Кто твоя дочь, Хасела? Но, Маркус, разве тебе недостаточно вернуть свою веру, Веронику? Теперь ты можешь хранить о ней чистые воспоминания. Да. Покой вернулся в мою душу. Моя сестра была святой. Я очень сожалею, что ты так страдал. В этом письме Маркус, она наверняка просила меня освободить ее от этой клятвы, которую она дала мне молчать. Наверняка она не хотела умереть, не сказав тебе правды. Теперь она может быть спокойна. Хасела. Хасела, кто отец своей девочки? Это случайно... Не свояк того мужчины, которого ты убила? Это Роберто Делароза. Дядя, извини. Спасибо, Вильма. Дядя, я хочу задать тебе вопрос. Ничего не осталось, связанного с осмерчатся. Я имею в виду, может быть, вырезки из газет, копии документов, что-то связанное с судебным процессом. Мне кажется, это было бы просто дурным вкусом хранить архив с подобными вырезками из газет. Меня здесь не было. Я тогда уехал за границу. А, да-да, я помню, помню, я забыл. А сколько времени тебя не было? Ну, где-то около пары месяцев. Дядя, только ты можешь ответить на мой вопрос. Только ты можешь прояснить мне кое-что очень важное об этой убийце. Да. Я скажу тебе, Маркус. Кто еще может быть? Только он. Он единственный мужчина, которого я любила. Да. Знаешь, мы были тайно женаты. Он никогда не смел сказать об этом своей сестре. И мы поженились тайно. Да, Маркус. Отец моей дочери, Роберто Долорозо. Но ты понимаешь, это более тесные узы? Конечно, понимаю. Наши семейные узы разбились так же, как должны разбиться эти. Судьба безжалостна к нам. Она разрушила мою жизнь. А теперь она угрожает жизни Розанхелики. Нет, детка, послушай меня. Я просто хочу решить тебе другие детали, а эти, которые уже не в моде, убрать, понимаешь? Нет, я не хочу, чтобы ты что-то меняла. Я хочу, чтобы платье было похоже на мамин платье, когда она выходила замуж. Пожалуйста, Розанхелика, ты будешь похожа на старую деву 50 лет, которая 30 лет носит одно и то же платье. Марьяна, я не собираюсь дефилировать в этом платье. Я просто выйду в нем замуж, и все. Хочу, чтобы моя мама была рядом. Чтобы она была со мной. Ты нас всех опозоришь. Послушай, Марьяна, ты правда не похожа на нашу сестру. Ты не похожа ни на мою маму, ни на меня, ни на Розанхелика. Ни на кого. Послушай, дурочка, не смей этого повторять. Все тихо, хватит. Не лезь больше ко мне. В чем дело, что с Марьяной? Ничего. Ничего, тетя, ничего. Вот, посмотри на мое свадебное платье. Это платье мамы. Вероника будет очень гордиться тобой. Гордиться буду я. Вы не знаете, что для меня значит надеть это платье. Конечно же, я знаю, дорогая. В глубине души я знаю. И я тоже очень горжусь тобой. Очень горжусь. Я благодарю судьбу, что Хиселло Ирнадо все еще жива. Потому что моя месть послужит тому, чтобы удержать возле себя Оскара. Чтобы он был един со мной. Синьора Соселия, ваш напиток. Спасибо, Вильма. Где Лихия? Синьора Лихия обслуживает сеньора Оскара и сеньора Роберто. Искать их и топор она обслуживает сначала их, а потом меня. Скажи, пусть немедленно придет. Да, сеньора. Больше не будете пить? Нет, пока нет. Скажи, пусть придет немедленно. Да, хорошо, сеньора. Да, 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 Наталья, да. Да, мне все понятно. Спасибо, что напомнила. До свидания. Что ты хочешь, чтобы я сказал тебе, Оскар? Ну, дядя, доктор Роберто. Я оставила в вашей комнате срочные письма, которые пришли. Пожалуйста. Это останется на потом, Лихия. Я же говорю с моим дядей. Ради Бога. Дядя, опиши мне, какой был Ахисал Эрнандес? Ты же должен это помнить, правда? Сеньора, Лихия, да в чем дело сейчас? Вильма, я же говорю с моим дядей. Извините, сеньор. Но сеньора Сесилия срочно вас зовет. Хорошо. Разрешите? Можете уходить? Обе. Ну так, дядя, я уже в отчаянии. Пожалуйста, дай мне точное описание убийцы моего отца. Я знаю, что ты отлично должен ее помнить. Я пойду только после того, как закончу обслуживать сеньоров. Сеньора Сесилия говорит, что ты не должна их обслуживать. Только ее. Замолчи. Иди на кухню. Хорошо. А? Послушайте, сеньора Лихия. Если что, я вам говорила, чтобы вы пошли к сеньоре Сесилия. Убирайся. Полагаю, что она все еще должна быть молода. Она должна быть не сильно изменилась. Опиши мне ее, дядя. Она работала с тобой в больнице? Какая она была? Ну, не знаю, как сказать. В ней не было ничего особенного. Но это была красивая женщина. Думаю, да. Но скорее обычная. У нее была скорее простая красота. Она не привлекала особого внимания. Нужно было присматриваться к ней, чтобы увидеть ее. Потому что ее красота скорее была внутри. Скажи мне, какого цвета были у нее глаза? И волосы? Ну, глаза были зеленые. Не знаю, или серые. Какие-то светлые глаза. Да. А волосы темные. Ага. А рост? Высокая? Низкая? Средняя? Нет, скорее, наверное, низкая. Очень маленькая. Я толком не помню. Скорее, она была толстая. Да, толстая. Толстая? Да, да, очень толстая. Я смотрю, у тебя много секретов. И я кое-какие узнала. Но мне нужно узнать еще несколько. Почему ты видишь во мне врага, Мариана? Меня ранит твоя обидой, твое презрение. Единственное, чего я хочу, это завоевать твою любовь. Клянусь тебе, я бы дала все, что угодно, чтобы ты, твои сестры и брат меня любили. О, да. Как настоящую мать, правда? Я слышала. Я подошла к двери и подслушала. Все? Ты слышала все? Нет? Потому что именно когда стало все так интересно, мои сестры пришли им. Именно когда папа спрашивал, кто из нас твоя дочь. Я не смогла это услышать. Я не смогла услышать твой ответ. Так что скажи мне сейчас. Кто из нас твоя дочь? Скажи мне. Нет, не скажу, Мариана. Никогда не скажу. Я узнаю. Так или иначе, я выясню. Но как бы там ни было, я знаю, что это не я. И у меня есть подозрения. Но я узнаю. Можешь быть уверена. Это и многое другое. Потому что я знаю, что это не я. Да что там происходит с лихей? Эй вы! Хватит уже играть с этими собаками. Идите немедленно позовите лихию. Быстренько, бегите. Дядя, но ты не можешь описать образ яснее? Извините. Извините, что я в Лизане не в свое дело. Но почему столько вопросов об этой убийце? Да, это правда, Оскар. Почему теперь такое любопытство после стольких лет? Почему? Да что с вами? Я говорю об убийце моего отца. Вы что, не понимаете, что у меня было странное чувство, когда я увидел ее на фотографии в газете, которую принес Бермудес? А, так он тебе показал газету? И что у тебя было за ощущение? Не знаю, не знаю. Мне показалось, она знакомой. Как если бы я видел ее уже раньше? Лихия, пожалуйста, ты можешь оставить меня наедине с мемтядей? Будь так любезна. Как скажете. Спасибо. Почему бы тебе не сесть, дядя? Я хочу поговорить с тобой. Сядь. Ты можешь теперь быть спокойной, сестра. Твой муж тоже может быть спокоен. Спокоен только в этом смысле, потому что все остальное, столько еще всего осталось. Не может быть, чтобы жизнь нас так наказывала. Почему? Почему судьба так жесток, как нам, сестра? Почему? Твоя дочь станет моим врагом. Сестра. Твоя дочь, Мариана. Роберто. Роберто. Любовь моя. Помоги мне. Помоги мне. А что это было за фотография? Ну, не знаю, долго было ничего не видно. Это была очень старая вырезка из газеты, дядя. Изображение было немного потерто. Тем более, эта фотография была снята издалека. Полный рост. И тогда как ты можешь думать, что она на кого-то похожа? И если ты не смог рассмотреть? Ну, я не то чтобы ищу кого-то похожего. Дядя, я не могу объяснить тебе, но... Как-то кусочек лица, может быть, даже жест, мне показался знакомым. Не знаю. Ты видел, Хисел, насколько я знаю, недавно, в кабинете директора в тюрьме. Может быть, поэтому у тебя возникло такое ощущение? Я пойду вы песок, я хочу пить. Нет, 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 дядя, пожалуйста, подожди. Минутку, дай мне закончить. В кабинете я ее видел только со спины. Она пряталась от моего взглята. У меня просто такое ощущение, которое обычно бывает, когда ты видишь кого-то и не можешь вспомнить, кто это. Но похоже, что я видел ее много раз, понимаешь? Что каким-то образом я общался с этим человеком. Может быть, даже говорил с ней. Ну? Оскар, это же абсурд, да? Тебе не кажется? Да, да. Правда, в этом нет смысла. А в любом случае, очень скоро у меня будет возможность встретиться с ней лицом к лицу. С этой сеньорой. Детектив, которого наняла мама, заверил меня, что найдет ее, где бы она ни пряталась. Нельзя ходить здесь раздетым. Нужно застегнуть рубашку. Так не носят. Нет, мне не нужна одежда. Мне так сказала сеньора Хисела. Хисела Ирнадо с тебя так сказала? Да. И она даже надела мне корону. И сказала, что каждый божий человек должен быть коронован. И она меня короновала. Цветами. Когда придет Хисела? Где она? Где? Ай, Розия. Ты не заметила ничего странного. Странного? В чем? Ну, не знаю. За столом нормально разговаривали только ты и я. Я ничего странного не заметила? Конечно. Ты так влюблена, и с подготовлениями к свадьбе, ты ничего не замечаешь. Ну, может быть, ты и права. Я заметила некоторое напряжение. А Марьяна вела себя так странно. Правда? Она все время ходит задумчивая. Я хочу поговорить с ней, но не знаю. Нет, нет. Не говори. Она была расстроена своей поездкой. Она думала, что ее начальник женится на ней. И все пошло не так. Марьяна очень расстроена. Она в отчаянии. Ненавижу. Не выношу больше эту ситуацию. Конечно. Я купила себе все это, но не добилась ничего, чего хотела. Ничего. Розангелика счастлива. Она нашла мужчину в своей жизни. Миллионера. Какая зависть. Почему? Почему мама поступила так несправедливо? Почему отдала ей комнату только для нее? Ведь она вовсе не идеальна. Почему? Почему? А если я... А если я дочь этой преступницы? Нет. Нет, нет, никогда. Нет. Это не я. Я знаю, что это не я. Но кто? Который из двух? Розангелика или Марта? Потому что я нет. Нет. Я нет. Я надеюсь, со временем у нее это пройдет. Надеюсь. Потому что у нее такое лицо. Может быть, для утешения она и держит возле себя Адольфо. Может быть. Да. Было бы хорошо, если бы они были вместе. Оскар, я хотел у тебя кое-что попросить. Приведи сюда сестру Розангелики. Марианну. Божественная девушка. А с Марией Эльбой что случилось? С Марией Эльбой? Да. Сегодня я с ней встречаюсь, она придет сюда. Мы встречаемся, но ничего конкретного. Слушай, Лео, а что с твоими отношениями с Дженнифер? Все кончено? Время и работа все растратило. Представь себе, быть партнерами в пиано-бар, а потом еще партнерами в постели. Химия исчезла, и все. Да, представляю. Извините. Привет, привет, как дела, Оскар? Ну как, ты все в порядке? Да, да, все в порядке. А твоя невеста? Красавица, как всегда. Готовится к свадьбе. Ты знаешь. А, как здорово. Тогда скажи, пусть опасается своей сестренке. Иначе все, что она покупает для свадьбы, не понадобится. Ну, минутку. Дженнифер, почему ты так говоришь? Пожалуйста, Оскар, не притворяйся. Ты прекрасно знаешь, что эта девица положила на тебя глаз. На меня? Да, да. Эта девица во всеоружии. И я бы на месте Розанхелики побереглась ее. Клабито, что это с тобой? Ты все время молчишь? Когда ты научишься говорить? Ты знаешь только, как говорить Клабито, но это не годится. Ты должен научиться другим именам. Вот смотри, я буду говорить тебе имя, а ты будешь повторять за мной. Хорошо? Скажи. Адольфо. Повторяй. Ну, что с тобой? Адольфо. Адольфо. Мартито, ты учишь попугая говорить Адольфо? Просто, Марьяна, понимаешь, он не умеет говорить больше ничего, кроме своего имени. Я хочу, чтобы он научился говорить другие имена, поэтому я ему это и говорила. Понимаешь? Видишь, чтобы он научился. Мукамбо. Да, мадам. Где Оскар? Я искал его по всему дому и не нахожу. Синьор Оскар давно ушел, мадам. Алихе? Куда она подевалась? Она подняла свою комнату, мадам. Хотите, я ее позову? Я хочу знать, что происходит со всеми людьми в этом доме. Оскар носится со своей абсурдной свадьбой. Лихе потерялась в моем собственном доме. А Роберто? Где он? Куда он подевался? Мукамбо? Мой дом же не лабиринт? Лабиринт – это душа синьора. И там можно найти всех. Хватит, Лихе. Уходи, уходи, уходи. Я не хочу, чтобы нас видели. Но нам нечего скрывать, Роберто. Пока. Как ты можешь это говорить? Ты единственная, кто знает правду. Мы оба храним этот секрет, Лихе. Я говорила не об этом, сеньор. И это должно сохраняться только между нами. Ты представь, если Сесилия узнает, что будет. Ну, что может быть? Вы единственный, кто еще не заметил, что силы Сесилии тают. Она уже не та, что раньше. Всемогущая. Больше нет. Роберто? Ты там? Открой мне дверь, пожалуйста, Роберто. Мне нужно поговорить с тобой. Роберто? Уедем вместе, Хисела. Убежим от всего. Дадим себе возможность быть счастливыми. Я не могу этого сделать, Роберто. Из-за нее. Из-за нашей дочери. Только из-за нее я буду переживать каждое мгновение, которое осталось мне от моего существования. Ради тебя. И ради моей дочки. Только боль, Роберто. Только боль. Роберто? Ты там? Открой меня, Роберто. Роберто? Ну, если... Тихо, молчи. Помолчи минуту. Роберто? Куда он подевался? Роберто? Мартито? А что ты думаешь о тете Ольге? А что я о ней думаю? Ну, она тебе нравится? Поначалу она меня немного шокировала. Но потом уже нет. Мне немного жаль о Марьяна. Потому что, похоже, она много страдала. Представь себе, мы отвезли ее к врачу. Потому что она была очень расстроена. И как будто бы больна. И доктор сказал, что у нее эмоциональное расстройство. Похоже, в ее жизни какой-то эмоциональный кризис. А к ней кто-нибудь приходил после того, как она приехала? Нет. Ну, иногда она выходит. Но только одна. Не позволяет никому из нас сопровождать ее. Марьяна, она как будто бы что-то скрывает. Мартито, а как она ведет себя с тобой? Хорошо. Она всегда мне помогает. Подметает пол. Не позволяет одной делать все в доме. Она меня беспокоит. А как она ведет себя с Розан Херикой? Так же. Всегда заботится обо всем. Она даже влезает туда, куда ее не просят. И кого ты думаешь, она больше всего любит? Ну, я думаю. Всех одинаково. Я не думаю, что она кому-то относится иначе. Она так хотела видеть тебя, Марьяна. Представь себе, я показывала ей твои фотографии. Ей очень понравилось. Я думаю, что она хочет завоевать любовь всех нас троих. Для нее мы все одинаковые. Не думаю, что есть разница. Похоже, что она немного замкнута. Потому что однажды она была в своей комнате. Смотрела там какую-то коробочку с воспоминаниями. И когда Розан Херикова шла, она ее закрыла, спрятала и никогда не позволила нам посмотреть, что там внутри. Разве не странно это? Вот так все случилось. Я и подумать ни о чем таком не мог. Вот видишь, Маркус, ты мучился напрасно. Мне всегда казалось невозможным, что Вероника сделала бы тебе что-то плохое. Ее сестра отдала ей девочку и потребовала, чтобы это был секрет для всех, чтобы даже мне она не говорила. Она хотела, чтобы девочка росла в нашем доме, так же, как и наши другие дети. И чтобы мы не проводили разницу между ними в общении, в любви. Это материнский жест. Как ей должно было больно отказаться от этого ребенка? Она сделала это, чтобы девочка не росла с этой тенью, чтобы не стыдилась ее. Вероника, должно быть, тоже очень страдала из-за того, что слгала мне. Эта ложь должна быть была тяжким грузом на ее душах. Это была ложь во благо. Благородная ложь. Не кори ее. Нет, нет, я не корю ее. Я восхищаюсь тому, что она в последний момент в своей жизни хотела сказать мне правду. Но она не знала, что ее слова приведут меня в ад. Она сказала мне половину правды. Я не мог ее понять. Теперь в твою душу вернулся покой. Да. Потому что теперь я люблю ее той же любовью, которую любил, когда она была жива. Без всякой тени, без единого пятнышка. Но теперь, кум, я не знаю, кто из трех девочек не моя дочь. Хисела не хочет мне рассказывать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok